Доброе утро, добрый день или добрый вечер! Где бы вы нас не слушали, мы рады снова читать Божье Слово и размышлять над ним вместе с вами. Вы на канале Арим, с вами Руслан Ирина Андреевы, и это подкаст «Библия. Читаем вместе». И вместе мы сегодня с вами читаем 8 главу с 12 по 24 стихи. Если вы еще не прочли этот текст сами, поставьте это видео или аудио на паузу, прочтите эти стихи самостоятельно, поразмышляйте над ними, а затем уже снова возвращайтесь и поразмышляем над этими стихами вместе. И, конечно же, перед тем, как мы с вами начнем читать Слово Божье, давайте приготовим наше сердце в молитве. Отец во имя Иисуса, мы нуждаемся в Тебе. Святой Дух, мы благодарим Тебя, что Ты просвещаешь глаза нашего сердца, и мы разумеем, понимаем, Отец, все то, что Ты желаешь говорить к нам. Благодарим Тебя за это время в радости и в удовольствии. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. С 12 стиха начинаем. Опять говорил Иисус к народу и сказал им, Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Тогда фарисеи сказали ему, Ты сам о себе свидетельствуешь. Свидетельство Твое не истинно. Иисус сказал им в ответ, Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство Мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд Мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший Меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе и свидетельствует о Мне Отец, пославший Меня. Тогда сказали ему, где твой Отец? Иисус отвечал, Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме. И никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Опять сказал Иисус им, Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти. Тут иудеи говорили, неужели Он убьет сам себя, что говорит, куда я иду, вы не можете прийти. Он сказал им, Вы от нижних, Я от вышних. Вы от мира сего, Я не от сего мира. Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших. Аминь. Еще раз напомним, что сейчас Иисус совершает свое служение в храме. Он целенаправленно пришел в храм, садится и учит в храме. С чего и начиналась у нас восьмая глава. И вот сейчас мы видим продолжение и уточнение некоторых деталей в этой проповеди Иисуса. Первое, с чего у нас начинается двенадцатый стих. Иисус дает учение о себе, как о свете. И это довольно радикальное заявление. Сказать о себе. Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. И в начале, когда я читал этот стих, я подумал, что Иисус представляет себя как светильник, который бы мог каждый человек в этом мире взять для того, чтобы иметь свет. Но затем меня привлекла фраза Иисуса, которую он говорит, «Нет, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». И здесь я понял, что Иисус не позиционирует себя как светильник или как некий фонарик, который человек может взять и светить, куда ему хочется для того, чтобы получать наличие света. Иисус говорит, «Нет, вы будете иметь свет, если за мной последует». То есть это уже больше похоже на образ солнца или же на прообраз столпа огненного в пустыне. Помните, когда Израиль ходил 40 лет по пустыне, то посреди них стоял столб облачный, днем и огненный ночью. Именно туда, куда двигался столб, в том направлении должен был двигаться Израиль. Не Израиль задавал направление этому столбу, а столб определял их маршрут, за которым нужно было следовать всему народу. И когда вот здесь Иисус делает это заявление о том, что «Я свет миру», тем самым нам важно выделить следующую мысль. Для того, чтобы следовать за Иисусом, необходимо выполнить главное условие – отвергнуть свою волю. Второе условие – довериться тому, за кем ты решил следовать. Понимаете, что в отличие от фонарика, повторюсь, что здесь человек сам задает направление свету в согласии с тем, куда он хочет светить. Но в этой модели, о которой Иисус говорит «Я свет миру», первое и главное условие – это отказаться от своих вариантов, куда надо идти, и от своих маршрутов, которыми я хочу следовать, а согласиться идти только в направлении, по которому идет этот источник света. И еще, смотри, интересная мысль. Если Иисус заявляет о себе как о свете, и он как бы делает призыв, он говорит «Ребята, кто за мной будет идти, тот не будет во тьме». То есть, когда человек обнаруживает себя во тьме в каком-либо вопросе своей жизни, в каких-либо обстоятельствах, в какой-то сфере своей жизни, когда он обнаруживает себя во тьме, то, друзья, это оказывается всего лишь навсего результат и следствие. Это не причина. Или если посмотреть еще значение по словарю «Стронга», где означает «ходить по кругу», то есть не имеет ответа в какой-либо сфере жизни, то здесь речь идет о том, что этот человек где-то перестал следовать за этим светом, который есть Иисус. Потому что, когда Иисус говорит «Я свет этому миру», то, рассматривая его жизнеслужение, мы можем видеть, что исцеление, которое он приносил, это и есть свет. Ведь для больного человека свет — это и есть исцеление, которое приходит в его тело. Ведь для человека, который живет под давлением осуждения чувства вины, свет для него — это оправдание и прощение. И если человек не находится в этом свете, который дает именно Иисус, то вопрос в данном случае не в самом Иисусе. Потому что он как свет продолжает светить. Он не перестает светить, он не перестает быть светом, он не перестает быть ответом, он не перестает быть источником радости, победы, торжества, мудрости Божьей, примирения, прощения, оправдания. Он не перестает быть таковым, он не перестает светить, и, друзья, он не прячет свой свет от нас. Он не играет с нами в какие-то догонялки или в прятки. «Давай я спрячусь, а ты попробуешь меня найти». Нет, он открыт, он доступен для нас 24 на 7. Весь вопрос в том, а насколько я следую за ним? Опять-таки, если мы обратимся к словарям, то вот эта мысль следовать за ним, это также означает подражать ему или сообразовываться, или идти вслед за ним. То есть это буквально как идти шаг в шаг за ним по его точной траектории. Другими словами, исполняя именно ту волю для нас, которую он имеет. И напомню, друзья, что именно его воля для нас, она благая, она угодная и она совершенная. Это именно то идеальное место и время, те идеальные обстоятельства, которые он определил для нас в безопасности, в его защите, в его обеспечении. Но это возможно только тогда, когда мы идем за ним, когда мы позволяем этому свету преобразовать наше мышление, чтобы мы сообразовывались именно с тем, как Иисус думает, куда он нас ведет, а не с тем, как думает этот мир. Потому что если мы будем продолжать думать, как этот мир, то этот мир будет уводить нас в сторону. Вот почему нам надо очень быть внимательными к тому, что мы слушаем, к чему мы прислушиваемся, с кем мы ведем диалоги. Направляет ли это нас к Иисусу, когда мы думаем определенные мысли? Есть ли свет Иисуса в этих мыслях? Когда мы говорим какие-то слова, насколько в этих словах мы можем говорить, что да, мы следуем за Иисусом, говоря истину Слова Божьего? Или наши уста говорят что-то другое? И смотрите, опять-таки написано, кто последует за мной. А последует это глагол «действие». То есть не просто кто увидит, не просто кто согласится, не просто кто похлопает в ладоши и скажет, «Вау, классно, я в восторге, я за, мне так нравится эта идея». Говорить Слово Божье в свою жизнь, созидать свою семью Словом Божьим. Класс, я за. И? И? Да, вы за, отлично. А что насчет практики? Как насчет того, чтобы шаг в шаг идти за Ним? Буквально начать прикладывать к этому действия? Как по поводу того, чтобы практиковать то, чему учит Иисус? Потому что это же ведь и есть следование за этим светом. То, чему учит Иисус, когда мы это практикуем в нашей жизни, тогда, во-первых, мы держим свой фокус на Иисусе. Это позволяет нам не сбиваться с истинного пути, не уходить в сторону и не останавливаться, чтобы не оказаться, как тот Израиль, который ходил 40 лет вокруг одной и той же горы. И причина была опять-таки в том, что в какой-то момент они отказались следовать за светом. Как раз-таки по известной причине, о которой ты упомянул, о том, что человек выбрал какое-то другое мнение, не мнение Иисуса, не мнение Бога. А у меня есть какая-то своя версия. Но я же могу хотеть чего-то своего. Знаете, до сих пор это можно слышать в жизни многих христиан. Но я же свободный человек. Я имею право выбора. Да-да, совершенно верно. Мы свободные люди во Христе Иисусе. И мы имеем право выбора. И как здорово, чтобы мы выбирали идти за светом, но не оставаться во тьме. Аминь. Следующая мысль, которую хотел бы выделить, в 20 стихе. «Эти слова Иисус говорил у сокровищницы, когда учил в храме». И я подумал, почему апостол Иоанн решил выделить эту деталь, что учение Иисуса о себе как о свете преподавалось им именно у сокровищницы. Я уверен, что это немаловажная деталь. Иисус не просто где-то во дворе сидел, не где-то на ступенях храма. Именно у сокровищницы Он решил учить о себе, как о свете, за которым нужно последовать. И для того, чтобы соединить все составные, и нам проще было бы увидеть какие-то важные истины для себя, напомню, что сокровищница в храме предназначалась для того, чтобы человек мог приходить и посредством своего даяния выражать почтение Богу. То есть место, где находилось сокровище, было местом, где человек выражал свое почтение Богу в виде даяния. Эти даяния, как правило, предназначались для устроения храма. Но суть, которая стояла за вот этим действием, было, выделю, выражение почтения Богу в виде даяния. И теперь попробуйте соединить эти составные вместе. Иисус садится рядом с сокровищницей. Иисус садится рядом с тем местом, куда иудеи приходят, чтобы выразить свое почтение Богу. Вы только представьте. Вот сейчас стоит ящик, в который человек будет ложить свое приношение, тем самым выражая свое почтение в адрес Бога. И тут же рядом с этим ящиком сидит Бог во плоти. Буквально Бог, явившийся во плоти в образе Сына. Если мы к этой картине прибавим с вами слова, которые Иисус говорит о себе, как о свете истинном, то мы с вами видим, что сейчас Иисус как бы обращается к людям, которые пришли в храм не для богохульства, не для того, чтобы развеселиться или поболтать о политике или культуре. Они пришли для того, чтобы выразить свое почтение Богу так, как они его себе представляли. Можем отнести вот это собрание людей к категории тех, которые хотят выражать свое почтение Богу. Они сюда пришли. Но теперь Иисус, находясь в этом же месте, говорит к этим людям, которые хотят и выражают свое почтение Богу, Он им говорит «Я свет, и вам важно последовать за Мною». И вот здесь каждый из этих людей становился перед выбором остаться жить в своей старой модели. А какая это модель? Я живу руководствуясь тем, как я хочу жить на основании своей воли. У меня есть мои планы, мои пути, мои проекты, которые я осуществляю. И когда нужно, я выхожу из этой модели и прихожу Бога почтить к этому ящику, а затем снова возвращаюсь куда? В свою волю. И также прошу Бога помогать мне осуществлять мои планы в моей воле. А Иисус говорит «Если вы хотите почитать Бога, вам стоит отправиться за Мною». А это значит оставить ваши планы, отвергнуть ваши представления о том, как вы считаете лучше будет устраивать вашу жизнь, по каким принципам вам лучше устроять ту или иную сферу. И здесь каждый как бы представал перед некой развилкой, некий перекресток, какой дорогой он пойдет. Либо буду продолжать жить по своей модели независимой жизни. А это все равно жизнь во тьме. Там все равно кто-то. Как Павел говорит в послании к Ефесянам, мы жили по воле князя, господствующего в воздухе, думая, что мы сами творим свою волю. Это все равно жизнь во тьме. Или же Иисус тут же у сокровищницы говорит «Ребята, и отправляйтесь за Мною. В этом свете у вас будет получаться истинная жизнь, потому что я не просто свет, я свет жизни». Аминь. Иисус – это свет для нас, и Он тот, который являет нам Отца. Да, смотри, в девятнадцатом стихе Он говорит, что вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И я подумала, подождите, сейчас Он буквально воплоти стоит перед ними. Они Его видят, они Его слышат, они разговаривают с Ним, они знают, как Его зовут. Но при этом Иисус говорит «Вы не знаете Меня». То есть речь идет о чем-то намного большем, чем просто видеть или слышать человека. Речь идет о том, кто Он является в истине, кто Он является в Своем Духе. И следующая мысль. Он говорит, что если вы Меня не познаете, вы не можете познавать Отца. И опять-таки это подтверждает мысль о том, что во всей Библии единственная личность, которая в полноте показывает нам Бога Отца – это Иисус. И Он говорит «Вы не знаете Меня». Другими словами, по словарю, это также рассматривать, созерцать. Он говорит «Из-за того, что вы не созерцаете Меня, вам сложно рассмотреть и Отца. Хотите увидеть Отца – начните рассматривать Меня». То есть Иисус – это путь буквально к Отцу. Если мы хотим узнать реакции Отца, Его желания, Его мечты, Его действия, Его слова, Его поведение, то все, что нам для этого нужно, нам важно изучать именно жизнь и служение самого Иисуса. Не просто пророков Ветхого Завета, не даже апостолов Нового Завета. Я не говорю, что нам нечему поучиться у них. У каждого человека веры есть чему поучиться. Но когда мы говорим о том, кто такой Отец, когда мы говорим о том, чтобы познать Отца, рассмотреть Отца, начинать созерцать Его, то мы говорим о том, чтобы начинать созерцать самого Иисуса. Именно Иисус, Он показывает то, как ведет себя Отец. И эту мысль как раз Иисус подтверждает в последних стихах, которые на первый взгляд звучат странно и даже жестко. Смотри, Иисус трижды им говорит, «Вы умрете во грехе вашем». Вот в 21 стихе Он говорит, «Будете искать Меня, и умрете во грехе вашем». В 24 Он повторяет и говорит, «Вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это Я, то умрете», — третий раз говорит, — «во грехах ваших». И меня вначале смутило это сочетание, потому что в 21 Он говорит, «Вы будете искать Меня, и умрете во грехе вашем». Я думаю, ну, эта фраза вообще-то как-то противоречит прежним даже словам Иисуса, которые, помнишь, Он говорит, «Всякий ищущий находит, стучащему отворяют, и просящий получит». В Ветхом Завете Бог говорит, «Взыщите Меня всем сердцем, и вы найдете Меня». Но здесь почему-то Иисус говорит, «Вы будете Меня искать, и не найдете Меня». И вот если бы не эта фраза в 24 стихе, которую Он подчеркивает и говорит, «Если не уверуете, что это Я». И вот тут просто выделите это слово, «Это Я». Вы скажете, ну, что это значит, что это Я? Все и так понимали, это Он. Нет, в том-то и дело, что все, глядя на Иисуса, могли представлять себе все, что угодно. Но как раз Иисус сейчас и был для них явлением Отца, явлением Богом во плоти, как об этом и говорит Новый Завет. «Бог явился во плоти». «Бог явил Себя в Сыне». И когда Иисус говорит к этим людям, Он говорит сейчас к людям, которые ждут явления Бога в Мессии, в том, о ком они читали, которого они ждали, можно сказать, которого они ищут. Но Иисус как раз и показывает радикальный и жесткий стандарт, который говорит об одном. Вот сейчас явление Бога в лице Его Сына. Но те, кто на Него смотрят, сейчас внутри себя имеют совершенно другое представление о Боге, другой внутренний образ о том, каким должен быть Бог. Это сейчас не безбожники стоят, это люди, внутри которых есть свой внутренний образ, представление о том, какой Бог. Но этот внутренний образ совершенно не подходит с тем, которого они сейчас перед собой видят, который сидит перед ними, который говорит им, учит их. И когда вот в 21-м Он говорит, «Я уйду, меня не будет, но то, что вам нужно будет, вам нужно будет поверить в то, что тогда перед вами был именно Я, и тот, кто тогда был перед вами, и был явление Бога во плоти». То, что с нами сегодня происходит, мы с вами уверовали точно таким же образом, мы с вами поверили в то, что Иисус, Сын Бога, и именно Иисус Христос, живший 2000 лет назад, пришедший и описанный в Евангелии, это и есть явление Бога во плоти. Какой Бог? Бог именно такой, каким Он явил Себя в Сыне Своем. Что в сердце Бога? Смотрите на Иисуса. Именно такими отношениями наполнено и сердце Бога. Какие планы у Бога? Смотрите на Иисуса. В Нем мы можем рассмотреть планы, цели и намерения Бога. Вот почему Иисус и заявляет о Себе радикальное заявление. Я свет миру. Я есть путь, истина и жизнь. Никто не может прийти к Отцу, как только через Меня. Вот это представление о том, что все дороги ведут к Богу, все религии ведут к одному Богу. Нет, не все религии ведут к одному Богу. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы спастись, кроме имени Иисуса Христа. Никто не может прийти к Отцу, как только одним путем. Через Иисуса. Другое место Иисус скажет, только Я есть дверь к Отцу. Все это жестко, это радикально, и это однозначно. Аминь. Вот почему Иисус говорит, если не этим путем, то вы умрете во грехах ваших. Вы не сможете решить вопрос греха. Вы так и будете продолжать ходить во тьме. Даже во всех ваших одеждах, в кавычках, богоискания, вы все равно будете продолжать ходить во тьме, если не уверуете, что это и есть Бог, явивший Себя во плоти. Аминь. Аминь. Это были наши размышления над прочитанными стихами, а на что Господь обратил ваше внимание. Если хотите, пишите обратную связь в комментариях, либо же в чате Bible в Телеграме, где каждую субботу, друзья, также в 14.00 по киевскому времени, у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. Добро пожаловать, как слушать и назидаться, так и делиться своими откровениями. И в завершении, как обычно, давайте построим нашу молитву на основании 12 стиха 8 главы Иоанна. «Отец, мы благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа и за то, что Ты явил Себя в Сыне. Мы верим, что Ты именно такой, каким явил Себя Христос. И мы принимаем решение следовать за Иисусом, не ходить нашими путями, не творить свою волю, но согласиться творить Твою волю и следовать за Тобой в том направлении, в котором Ты ведешь нас. И Ты пообещал, что если мы последуем за Тобой, мы не будем ходить во тьме, мы не будем иметь результаты тьмы, мы будем ходить во свете и будем иметь свет жизни и результаты жизни. Мы верим в это во имя Иисуса. Аминь! Аминь! Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Услышимся! Благословений всем! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok